Эдуардо Сарано, Каридат Канелон в телевизионном многосерийном фильме «В поисках истины». Автор сценария – Хосе Игнасио Кабрухас. В фильме снимались Роланда Чавос, Каролина Лопос, Жаклин Михарес, а также Америка Алонсо. Ты вернулась к нам, и это самое большое чудо на свете. Прости меня, мама. Ну что ты? За что тебя прощать? Я не хотела. Об этом поговорим потом, в другой раз. Мне тоже нужно облегчить душу и повиниться перед тобой. Но сегодня нужно только радоваться и благодарить. Спасибо. Спасибо, что вернули мне дочку. Господь Велик, Господь Всемогущ. Мам, я так по тебе скучала. Сколько ты здесь пробыла? Сколько пробыла? 20 лет. 80 лет. Пол жизни. Но теперь это не важно, деточка. В тот момент, когда ты открыла глаза, я словно родилась заново. Ты что-нибудь узнала? В чем дело? Следователь тебе сказал? Я ничего не понимаю. Да говори же. Преступников нашли? Пообещай, что никому не скажешь. Ни своей маме, ни моей. О, Господи. Что случилось? Они подозревают Альберто и Даниэлу. Подозревают в чем? В том, что они сами себя избили? Чушь какая-то. Я тоже так думаю, но комиссар задавал мне странные вопросы и вел себя агрессивно. О чем он спрашивал? Чем занимается Даниэла? На что живет? Много ли у нее денег? Подумать только, у нашей Даниэлы много денег. Откуда? Я еще спросил, была ли она любовницей Альберто. Что? Я тоже удивилась. Вообще, он разговаривал со мной таким тоном, как будто угрожал. И сказал, если я что-то скрываю про Даниэлу, значит, мы с мамой ее сообщницы. Можешь не продолжать. Что возомнил о себе этот легавый? Обвиняет моего брата Даниэлу в чем? Что на них напали и чуть не убили? В этом их преступление? Они там с ума посходили. Я не знаю, но, по-моему, все это неспроста. Комиссару известны какие-то факты, о которых мы даже не догадываемся. Видимо, у него в руках серьезные улики. Но в чем обвиняют Даниэлу и Альберто? Будьте добры, покажите мне ваше удостоверение. Минутку. Вот, пожалуйста. Так. Мартинес, Мартинес. Да, нашел. У нее есть счет? Да, текущий счет. И сколько там? У нее? Там 10 миллионов боливаров. Как это 10 миллионов? 10 миллионов боливаров. Элис, что ты здесь делаешь? Даниэл, я рад, что ты поправляешься. Значит, сможешь объяснить мне некоторые вещи. О чем речь? Тебя разоблачили, Даниэл. Теперь я знаю, кто ты. Синьорита, простите. Вы не подскажете, как найти палату, где лежит Альберто Лассадо? Кажется, он на третьем этаже в реанимации, но лучше узнаете в регистратуре. Хорошо. Хорошо, спасибо. Нет. Я пришла к нему, потому что он мой друг. И потому что мне было очень плохо. А почему тебе было плохо? Вы с ним кого-то ждали? Нет. Альберто собирался в магазин за продуктами, когда вдруг пришли эти люди и напали на нас. На Альберто. Боже мой, столько крови. Даниэл, а почему бы тебе сразу не признаться, кто эти люди? Зачем они вас избили? Почему ты меня спрашиваешь? Господи, я не понимаю, в чем дело. Что вы здесь делаете? Кто вы такой? Это вас не касается. Уходите, молодой человек. Доктор, он мой друг. Ей нельзя принимать посетителей. Она должна отдыхать. Элис, спасибо, что навестил меня. Здравствуйте. Синьора Лассада? Это я, слушаю вас. Меня зовут Иоланда Убиета. Я знакома Альберто. Пришла узнать, как он себя чувствует. Он жив, синьорита. Вернее, существует. Это все, что я могу сказать. У брата поврежден мозг. Врачи считают, что он вряд ли поправится. Боже мой. Мне очень жаль. Искренне вам сочувствую. Если я чем-то могу помочь, пожалуйста, не стесняйтесь, скажите. Спасибо. Вы работаете в компании Кентано? Вы его сотрудница? Да, вроде того. У меня были деловые связи с компанией Кентано, поэтому несколько раз приходилось летать на самолете с Альберто. Он казался мне замечательным, интересным человеком, хорошим другом. Жаль, что с ним такое случилось. На них напали. На него и на мою подругу Даниэлу. Даниэла. Здесь больница, что вы себе позволяете. Это мое дело. Она моя пациентка. Меня волнует только состояние ее здоровья. Не знаю, кто она, что она сделала, и знать не хочу. Вы больше не войдете в палату без моего разрешения, понятно? Я тут распоряжаюсь. Элиас, доктор, как она? Уже лучше, сеньора Мали, несмотря на проблемы. Какие проблемы? Они уже ликвидированы. Я гарантирую вашей дочери полное выздоровление. Спасибо. Пойду распоряжусь, чтобы ей сделали рентгеновские снимки. До свидания, юноша. Надеюсь, вы меня хорошо поняли. Разрешите. Элиас. Я не успела поблагодарить тебя за доброту. Сеньора Мали, перестаньте. Тебя сам Бог послал. Моя дочь обязана тебе жизнью. Она мне ничем не обязана. Ты был добр к нам, сынок. А это совсем не мало. Сеньора Мали. Этот поцелуй я посылаю твоей маме. Как ее зовут? Солидат. Передай Солидат, что я благодарна ей за такого сына. И потом, когда вся эта история закончится, я хотела бы с ней познакомиться. Да? Сейчас мне пора домой. Нужно собрать вещи для Даниэлы. Мы с Тулей должны привести себя в порядок. Храни тебя Бог. Даниэла посадят в тюрьму. Я должен забыть о ней. Привет. Привет. Можно с тобой поговорить? Я слушаю, Туля. Элиас, что случилось с вашим комиссаром? Он вызвал меня к себе, задавал бессмысленные вопросы про Даниэла и Альберто, словно они в чем-то виноваты. Что надо вашему начальнику? Он сумасшедший или прикидывается? Нет, он не сумасшедший, наоборот. К сожалению, он самый проницательный и здравомыслящий человек из всех, кого я знаю. Значит, ты тоже подозреваешь мою сестру? Так скажи, в чем? В чем она виновата? Видишь ли, Тулия, мне очень жаль тебя огорчать. Но Даниэла и Альберт обвиняются в уголовном преступлении. И Даниэла до сих пор не заключили под стражу только из-за состояния здоровья. Только из-за этого. Что? Ты должен объяснить мне, что происходит. Я знаю Даниэлу, она не могла сделать ничего плохого. Я убеждена, Даниэла никогда бы не нарушила закона. Поэтому все ваши обвинения ложные. Какие доказательства вы можете предъявить? Тулия, погоди, ты знаешь, что у сестры был текущий счет в Национальном банке? Знаешь? Нет, не знаю, ну и что? Какая разница, есть у нее счет или нет? Никакой. Как ты думаешь, сколько там денег? Понятия не имею и не собираюсь гадать. Должны быть какие-нибудь жалкие гроши. Совсем недавно нам отключили телефон, потому что нечем было заплатить. Может, каким-то чудом ей удалось скопить тысячу от силы две тысячи болевров. Наверное, экономила на бутербродах. Экономила на бутербродах? Как бы не так, смотри. На текущем счету Даниэла Мартинес десять миллионов боливаров. Видишь? Десять миллионов боливаров. Нет, не может быть. Откуда у Даниэла столько денег? Тулия, Тулия, теперь ты понимаешь, что я не лгу? Что ее не зря подозревают? Нет. Ты лжешь. Тулия, возьми себя в руки. Пожалуйста, послушай. Зачем мне нужно выдумывать такие вещи? Неужели ты не понимаешь? Не видишь? Это она, Лдуния. Она все время вас обманывала. Привет. Кто вы? Иоланда. Иоланда Убьета. Мы с тобой познакомились в квартире Хосе Игнасио. В общем, я неважно вела себя тогда, извини. Теперь я вспомнила. Даниэла. Я не могу здесь долго оставаться, так что слушай внимательно. Берегись. Ты поняла? Что вы сказали? Сейчас ты этого не поймешь. Но поверь, я знаю, о чем говорю. Держись подальше от Хосе Игнасио. Ты и в опасности. Почему вы так считаете? Бедняжка. Ты ничего не знаешь. Но здесь не место для подобных разговоров. Иоланда, что ты здесь делаешь? Я могу спросить о том же. Я пришел справиться с здоровьем Альберто. Вообще-то я тоже. Ты какая-то странная. Что случилось? Знаешь, где раньше я видела девушку, которую избили вместе с Альберто? Понятия не имею. В квартире Хосе Игнасио Кентано. Что ты на это скажешь? Что я могу сказать? Мир тесен. Да. Знаешь, Растрепа, я всегда чую опасность. Поэтому попросила своих друзей из полиции, чтобы они меня подстраховали. Утром, днем и ночью. До тех пор, пока не выяснится, откуда столько совпадений. И почему. Удачи тебе, Иоланда. Кстати, я очень расстроился, когда узнал, что на тебя пытались напасть. Будь осторожна. Сейчас по улицам опасно ходить. Когда увижу сеньора Кентано, передам, что ты ждала его звонка. Но почему ты не дождалась? А вообще, если понадобится, сразу обращайся ко мне. Договорились? Конечно. Даниэла случайно познакомилась с Хосе Игнасио Кентано в кафе «Мороженое», где должна была работать я. Но мама и сестры не хотели, чтобы я бросала занятия. Поэтому вместо меня туда пошла Даниэла. В тот же вечер она встретилась с Кентаной. Ну и что? Разве это преступление – познакомиться с человеком и влюбиться в него? По-моему, все это естественно. И за такие вещи в тюрьму не сажают? Сейчас я не могу сказать, в чем именно обвиняю Даниэлу, потому что и так нарушаю устав. И вообще, с тех пор, как я познакомился с твоей сестрой, все полетело вверх тормашками. Как ты можешь сомневаться, если знаешь Даниэлу? Это не я, Тулия. Как ты не понимаешь? Против нее есть улики, неопровержимые доказательства. Сегодня, когда я узнал, что Даниэла спасена, то был на седьмом небе от счастья. А теперь все иначе. Даже не знаю, стоит ли радоваться. Даниэла будет жить на лучшие годы своей жизни. Речь идет не об одном, не о двух, даже не о пяти годах. Повторяю, все свои лучшие годы она проведет в тюрьме. Это ужасно, Тулия. Ладно. Думаю, что хочешь. Вместе со своим комиссаром вы можете обвинять Даниэлу в чем угодно. Меня это не пугает. Мы одна семья. И клянусь тебе, пока мы вместе, вам никогда не удастся погубить Даниэлу. Слышишь? Никогда. У вас ничего не выйдет. Даниэла сама себя погубила. Здравствуйте. Вы меня помните? Я заходила на днях. Еще бы не помнить. После того, что здесь было. А теперь чего вы хотите? В прошлый раз я забыла тут одну вещь, очень важную. И мне нужно ее забрать. Сеньора, очень жаль. Но я не могу вас впустить. Видите ли, я не пришла бы сюда просто так. Хозяин квартиры попросил меня найти его документы. Не надо морочить мне голову. В последнее время постоянно приходят какие-то люди. Придется поговорить с сеньором Кентаной. Сеньором Кентаной. Сеньором Кентаной. Хосе Игнасио Кентана. Хозяин. Вы сами сказали, он послал вас за бумагами. Ну, конечно. Хосе Игнасио лично попросил меня зайти в квартиру и поискать... Вот как раз то, что мне нужно. Можно с вами поговорить? Конечно. Что-нибудь выяснил? Но вы были правы. Все подтвердилось. А вот он счет на 10 миллионов боливаров. Я вел себя как последний идиот. Прошу прощения за то, что я вам наговорил. Элиэс, послушай. Ты уже получил веское доказательство ее вины. Теперь, если хочешь, можешь отойти от этого дела. Нет, нет, комиссар, нет. Я хотел знать правду. И все выяснил. Преступники должны быть наказаны. Остальное, в том числе, мои личные чувства, не имеют значения. Хорошо, тогда продолжим. Я вызываю машину, чтобы арестовать Даниэла Мартинес. Позвольте, комиссар. Я понимаю, ее надо держать за решеткой, но вам известно, что девушка больна. Она едва успела прийти в себя. Только начала поправляться. Да, да, конечно. Однако ей лучше. И в конце концов, встанет с постели. Какая разница, когда? Через 15, 20 дней, через месяц. Это не имеет значения. Даниэла Мартинеса выйдет из больницы и сразу отправится в тюрьму. Надо отдать ему должное. У Хосе Игнасио прекрасный вкус. Милая квартирка. Должно быть, одна из подружек помогла ее обставить? Нет. Девицы здесь не задерживаются. Разве что на выходные. Но, знаете, я не вмешиваюсь в личную жизнь сеньора Кентано. Мне можно доверять. Я много лет знаю Хосе Игнасио. И между нами нет никаких секретов. Иначе он не прислал бы меня сюда. Прошу прощения, у меня много дел. Пожалуйста, закройте дверь. Да, кстати, верните мне ключ, чтобы я могла убрать квартиру. Конечно, большое спасибо. Вы были очень любезны. Я только сообщу Хосе Игнасио, что нашла кассету, и сразу иду. Я верю тебе. Бесконечно верю. Иначе все это было бы ужасно. Я люблю тебя, Хосе Игнасио. Хосе Игнасио. Не знала, что ты изменяешь Лейле. Но с кем? С кем? Только вас не хватало. Здравствуйте, сеньора Амалия. Что вы хотите, Буэн Авентура? Да так, зашел проведать и спросить, не собираетесь ли вы платить за квартиру. Садитесь. А где ваши девочки? Тулия дома. А... Даниэла лежит в больнице. Она заболела? Нет. Ее избили какие-то бандиты. Как же так? Не может быть. Ужасная трагедия Буэн Авентура. Мне тяжело об этом говорить. Ей сделали операцию, слава богу, все обошлось. Сегодня Даниэла пришла в себя. Я вам очень сочувствую, сеньора Амалия. В какой она больнице? В центральной. Ну, надо же, все не слава богу. Если бы я знал, не пришел бы. Извините, что... Докучаю вам. Я сама виновата. Вечно выдумываю какие-нибудь предлоги, чтобы вовремя не платить. Значит, не будем больше встречаться на старом месте, чтобы избежать нежелательных последствий. Давай лучше на нейтральной территории. Да. Хорошо. Разумеется. Да-да. Вот и супруга моя пришла. Хорошо договорились. До свидания. Негодяй! Опять начинается. Что еще случилось? Все кончено, дорогой. Лопнуло мое терпение. Если раньше у меня оставалось к тебе хоть капли уважения, то теперь его нет. Это мое терпение кончилось. Я сыт по горло твоими сценами. Мы, кажется, договорились не отравлять друг другу жизнь. Ты сама предложила. Так в чем же дело? Стало скучно, и ты решила немножко... Поскандалить? Так? Мне это все надоело. Знаешь, что я сегодня узнала? Я узнала, кто хозяин дома свиданий. Да, любовного гнездышка, где я поймала тебя с девицей. Это Хосе Игнасио Кентано. Он использовал квартиру в тех же целях, что и ты, чтобы обманывать свою жену. Маргарита, давай поговорим. Хосе Игнасио не мог... Нет, Раймундо. Хосе Игнасио мог. Он водил туда всех своих любовниц по очереди. И его дорогая женушка, моя лучшая подруга Лейла Даут, даже не догадывалась об этом. Маргарита, оставь в покое Лейлу и Хосе Игнасио. Это тебя не касается. Почему я должна скрывать? Из чувства солидарности? Подтворствовать обману, предательству, измене? С чего ты взял, что я стану хранить тайну ради такого подлого и низкого человека, как ты? Нет, Раймундо, не надейся. Я поговорю с Лейлой, открою ей глаза и скажу, Лейла, нас обеих обманывали мужья. Я рад, что тебе уже лучше, мама. Я прихожу в себя. Как дела на работе? Да, как всегда, сколько тише. Сегодня поговорю с твоим психиатром. Милый, не беспокойся. Это было небольшое обострение, все уже позади. Конечно, мама, я знаю. Просто хочу спросить, как продвигается лечение. Когда ты окончательно поправишься и сможешь вернуться домой, чтобы мы снова были вместе, в нашем доме. Правда, сыночек? Ведь я так без тебя скучаю. К тому же из меня получилась неважная домохозяйка. Бедный мальчик, представляю, как тебе тяжело. Столько работы и некому о тебе позаботиться. Это все ерунда, не переживай. Просто без тебя мне было очень, очень одиноко. Ты говорила с Элиасом? Да. Он заходил. И вел себя странно. Задавал какие-то вопросы, сказал, что теперь знает, кто я. Он как будто злился на меня. Я ничего не поняла. Злился? Элиас, на тебя злился? Ни за что не поверю. По-моему, ты ему очень нравишься. Вряд ли, мама. Должно быть, я его просто не поняла. У меня кружилась голова и очень хотелось спать. Ты сейчас неважно себя чувствуешь. У тебя усталый вид. Тебе нужно отдыхать. Попробуй уснуть. Хочешь знать, что я думаю, доченька? Кажется, Элиас в тебя влюбился. Я хочу с тобой поговорить, Элиас. Вчера солидат была с тобой, когда случился рецидив. Да? Она прекрасно себя чувствовала и вдруг... Это опять повторилось. Расскажи мне все, как было по порядку. Ну, я сказала ей об одной знакомой девушке, которая мне нравилась. А потом она попала в беду. Ей случайно выяснилось, что у нее роман с Хосе Игнасио Кентано. Как только я произнес это имя, маме стало нехорошо. Вот и все. Хосе Игнасио миллионер? Он самый. Послушайте, вы почти все знаете про маму. Я лично никогда не слышал, чтобы она упоминала это имя. А вы? Нет, ни разу. Может, у нее возникли какие-то ассоциации? Да, только с чем для моей мамы может быть связана фамилия Кентано? Единственный человек, который сыграл какую-то роль в ее жизни, это мой отец Тобиас Дуран. Но о нем известно только то, что мама его оставила. Да, она и мне рассказывала, как ушла от него. Так вот, я пытался разыскать в ее вещах фотографию отца или дома, где мы раньше жили, или их свадебные снимки. Хоть что-нибудь из прошлой жизни, но знаете, что я нашел вместо этого? Папку с газетными вырезками о Хосе Игнасио Кентано. Представляете себе, как это очень просто? В одном из ящиков комода мама хранит буквально отчет о жизни Хосе Игнасио Кентано. Вы понимаете, какое отношение она имеет к нему? Доктор, что все это значит? Этот нахал заявил, что понятия не имеет, где господа. Хотел обмануть меня, но не тут-то было. Я подумала, нужно расспросить Петру, чтобы получить информацию из первых рук. Я права? Права. Только скажи, зачем тебе понадобилось Лейла? Что-нибудь случилось? Нет, ничего, все в порядке. Просто я ужасно скучаю. Ты же знаешь, мы с ней каждый день болтаем по телефону по несколько часов. И для меня Лейла не просто подруга. Она как сестра. Я знаю, милая. Но тебе придется терпеть не меньше месяца. Так что потом расскажешь ей все сплетни. Почему? Представляешь, сеньор Кентано решил подарить своей жене еще один медовый месяц. Что ты говоришь? Да. А где они остановились? Это тайна. Никто не знает. Херард тебя не обманул. Лейла сказала, что они несколько дней пробудут в Нью-Йорке, а потом будут путешествовать по другим городам. Он еще не сказал, куда они поедут. Специально, чтобы их не беспокоили. Воистину, у мужчин великолепная интуиция. Смотри, тебе нравится? Не знаю. По-моему... По-моему, не сочетается с цветом твоих глаз. Да. Глупенький. Сейчас я примерю. Хочешь посмотреть? Не забудь про ужин. Подожди. Я за это время успею побриться. Даниэла. Даниэла. Что со мной происходит? Я не помню твоего лица. Но все время я тебе думаю, Даниэла. Даниэла. Мне надо срочно поговорить с Хосе Игнасио. Только не спрашивай, зачем. Если он позвонит, передай, чтобы обязательно со мной связался. А если это невозможно, пусть сообщит, когда приедет. Точную дату и время. Я должен быть первым, кто встретит его здесь. Первым. Это очень важно. Хорошо. Не буду ни о чем спрашивать. Обещаю, что передам ему твои слова. И, пожалуйста, сделай это так, чтобы Лейла ничего не узнала. Все должно остаться между нами. Как скажешь. К сожалению, я вынужден вас огорчить. Комиссар? Ваша дочь осталась жива. Только не знаю, стоит ли радоваться, потому что я должен ее арестовать. Как вы сказали? Ваша дочь связана с бандой торговцев наркотиками. Перестаньте. Это ошибка. Мою дочь зовут Даниэла Мартинес. Вы ее с кем-то перепутали. Нет, речь идет о Даниэле Мартинес. Мы нашли наркотики у нее в сумке и в доме сеньора Альберто Лосада. Экспертиза показала, что везде оставлены ее отпечатки пальцев. Вероятно, летчик использовал вашу дочь, втянув грязное дело обманом. Но это установит суд. Суд? Да. Разумеется, она предстанет перед судом. Только вряд ли сможет оправдаться. Против нее есть очень веская улика. Даниэла имеет счет в банке на 10 миллионов боливаров. А это кругленькая сумма. Десять? Миллионов? Да. Мы пытаемся установить происхождение этих денег. Пока есть много непонятных моментов. Это ложь. Самая подлая клевета, которую я только слышала. Я вас понимаю. Нет, не понимаете. Ничего вы не понимаете. Поверьте, мне очень жаль, синьора Амалия. Вон отсюда. Я дойду до президента. Обращусь в конгресс. Подам на вас жалобу в суд, куда угодно. Но положу конец этому безобразию. Речь идет о Даниэле. Она моя дочь. Сожалею. Ступайте. Ступайте отсюда. Хорошо, ухожу. Но мы еще встретимся. Вам придется трудно, синьора. Синьора Мартинес. Такого и врагу не пожелаешь. Повестки. Допросы. Суды. Свидания в тюрьме. Так что готовьтесь. Собственно, я только зашел вас предупредить. Комиссар. Поймите, я мать. Мать, которая живет для своих детей. И ради них. Прошу вас, ради всего святого. Умоляю. И причиняйте вреда моей девочке. Синьора Амалия. Это не поможет. Никакими просьбами. Вы не снимете с нее вину. Комиссар. Повторяю. Я мать. И ради своей дочери готова сразиться с вами. Я буду бороться за нее. Могу гор сдвинуть, если это понадобится. Она не виновна. Слышите, что я говорю? Невиновна. Теми! 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 Я больше не могу Тули Не могу увидеть его таким Карл, надо привыкать Все равно он остается твоим братом Нет, это не мой брат Альберто был не таким Как ты не понимаешь? Альберто разговаривал, ходил, смеялся А этот не живой, Тули Нет, он живой, Карл Чувствуешь, какой теплый И сердце бьется Видишь, он дышит Дышит Нет, не могу Я пытаюсь понять, привыкнуть, но я не могу Иногда думаю, что было бы гораздо лучше, если бы он умер Ты хочешь, чтобы Альберто умер? Не говори глупостей, он жив Как бы там ни был, он жив И для меня это все Все Ты любишь его, правда? И раньше любила Да Тулия, дорогая Так было всегда, Карл Всегда Карола Только, Даниэль, не говори Пожалуйста, не проговорись Сестра расстроится, будет чувствовать себя виноватой Но она тут ни при чем Если бы Альберто узнал об этом раньше Все было бы иначе Он узнает Карола Узнает когда-нибудь Потому что Я всегда буду рядом с ним И знания, которые я получу в университете И моя работа в медицине Все это будет ради него Я вылечу Альберто Не знаю Альберто КОНЕЦ КОНЕЦ Итак, мы находимся у входа в центральную больницу, в ожидании Даниэла Мартинес, которую взяли под стражу после того, как она стала жертвой стычки между двумя бандами, занимавшимися наркобизнесом. Она идет. Повторяю, мы ведем прямой репортаж из больницы. И сейчас вы увидите, как Даниэла Мартинес в сопровождении охраны покажется в дверях. Дорогу, дорогу, пропустите, пожалуйста, пропустите, разойдитесь, господа, разрешите. Мартинес, зачем вы это сделали? Сколько вам платили? Даниэла Мартинес 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 Субтитры подогнал «Симон»